А знаете ли вы, что в городе каждый месяц проводят умные вечеринки? Вот эти ребята приехали сюда, чтобы послушать рассказы о свежих идеях, оригинальных проектах и поделиться со всеми своим опытом. Знакомьтесь, печа куча. Само слово с японского переводится как болтовня. Этот формат интеллектуальных посиделок появился в Японии 13 лет назад и очень быстро распространился по всему миру. Печа куча – это формат презентации, когда человек рассказывает о любой теме в формате 20 слайдов по 20 секунд. Причем слайды переключаются автоматически. По большому счету у человека есть всего 400 секунд, чтобы рассказать о том, что ему действительно важно. Это очень популярный формат. Он существует более чем в 500 городах по всему миру. И это было бы странно, что в Алма-Ате нет такого мероприятия. Тем более он очень популярный. Его используем не только мы, но его даже используют, скажем, на каких-то корпоративных тренингах, чтобы очень быстро сделать презентацию какого-то продукта, проекта и так далее. Ограничения формата «печа куча» не позволяют докладчику отвлекаться от темы. Для подготовки презентации нужно выбрать основную идею, написать сценарий, а потом разложить его на 20 сцен и отразить их на слайдах. Темы могут быть самые разные. Асем Жапишева в этот раз рассказала о том, как не замерзнуть в холодное время года. Мы обсуждали с организаторами, и он заметил, что я очень мерзну сильно. И заинтересовался, вообще проводились ли исследования. Я ему рассказала, что да, и он попросил рассказать про эту тему. Да, конечно, я участвую, постоянно хожу, уже больше года. А вообще существует «печа куча» уже три года в Алмате. И это очень интересное время для досуга, очень культурное мероприятие, когда приходят люди, знакомятся, заводят новых друзей и узнают много нового полезного, интересного. Кстати, возраст выступающих не ограничен. На «печа куча» в Токио как-то раз выступала пятилетняя девочка. Она рассказала о своих художественных работах. А еще однажды выступила 70-летняя женщина, которая говорила о приготовлении сложных свадебных тортов.